В эфире iNews, программа о самых интересных новостях в мире науки и высоких технологий. Меня зовут Максим Никитин. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. В Эмиратах выпустят трехколесное золотое авто на солнечных батареях. Рентгенские снимки начнут расшифровывать при помощи искусственного интеллекта. Поддерживают ли россияне и и технологии данные опроса? Необычный электромобиль, работающий на солнечных батареях, скоро появится на дорогах Объединенных Арабских Эмиратов. Компания, создающая такие электромобили, подготовит золотые трициклы специально для этого рынка. Автомобиль имеет кузов из углеродного волокна, окрашенный в золотой цвет. Также имеются двери-бабочки и функции без ключевого доступа. Главной фишкой аппарата стала функция, которая использует солнечную энергию для поддержания прохлады в салоне, независимо от температуры на улице. Машина имеет запас хода 600 километров и может с помощью солнечных панелей заряжаться на 60 километров в день. Первый прототип электрокара показали еще пару лет назад. Тогда первые экземпляры трехколесного автомобиля имели запас хода всего 65 километров и выглядели немного иначе. Ожидается, что первый прототип новинки покажут на выставке в Абу-Даби уже на днях. А к 2026 году планируется поставить 53 модели, каждый из которых будет стоить около 27 тысяч долларов. В переводе по курсу это почти 2,5 миллиона рублей. Мы рады объявить о расширении Аптера в УАЭ, что является ключевой вехой на нашем пути к обеспечению солнечной мобильности везде, где это возможно. Мы видим в УАЭ огромный потенциал для процветания солнечной мобильности и с нетерпением ждем интеграции в огромные возможности рынка для инициатив в области устойчивого транспорта, таких как Аптера. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных поликлиниках будут использовать искусственный интеллект. В частности, новые технологии понадобятся для расшифровки рентгеновских снимков. По словам градоначальника, ИИ-модели смогут анализировать снимки без участия врачей, которые, в свою очередь, смогут сосредоточиться на других задачах. Собянин отметил, что в среднем каждый год в городе делают 2 миллиона флюорографий и рентгенографий. В большинстве случаев это связано с профилактикой. Алгоритмы смогут определить отсутствие признаков заболеваний. Пациенты будут получать заключение от нейросетей уже с мая этого года. С помощью применения искусственного интеллекта рассчитываем ускорить описание исследований и повысить точность диагностики. Заключение сформировано и самостоятельно. Будут проверять ведущие рентгенологи России, в течение двух дней в медкарту поступит медицинское заключение от врача. Если нейросеть выявит признаки каких-либо патологий, данные направят врачам референс-центр лучевой диагностики. Его сотрудники проведут анализ и подготовят заключение в течение суток. Искусственный интеллект потихоньку становится неотъемлемой частью жизни человека. Нейросети используются почти во всех сферах, от электроники до медицины. Аналитики провели опрос среди россиян, насколько часто они пользуются этими технологиями. Согласно данным исследования, 97,4% опрошенных пользуются или интересуются ИИ-функциями в своих смартфонах. Лишь 2,6% совсем не используют или не знают, что это такое. Россияне назвали самыми важными ИИ-функциями в смартфоне улучшение снимков, автоматическую съемку лучших моментов в кадре, ИИ-ассистент, поиск по фото, распознавание объектов и умный поиск в интернете. Россияне готовы к повышенным расходам за доступ к технологиям. Больше половины доплатят за девайсы и функциями. 26,3% респондентов согласны заплатить на 10% больше за смартфон с инновационными функциями. А треть опрошенных готовы на доплату в 20% и более. Однако более четверти людей считают, что функции искусственного интеллекта не стоят дополнительных трат и должны быть доступны по умолчанию. Россияне также учатся извлекать выгоду из высоких технологий. 22,3% признали, что искусственный интеллект помогает избавиться от рутины. А 13% отметили его роль в оптимизации бизнес-процессов. На этом все. Смотрите программу iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24». И будьте в курсе самых интересных новостей из мира науки и высоких технологий. Судей для вас работал Максим Никитин. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok